Еще раз здравствуйте! Я рад уже второй раз быть в Татарстане, в Казани. Мы с коллегами из ассоциации действительно второй раз и вспоминаем теплый прием, который получили в предыдущий раз. Ну и действительно, Держу, Мария Михайловна, это крайне важная проблема. И мы рады поделиться всем, что мы знаем с вами. Для того, чтобы помочь детям, особенно в это трудное время, когда живое общение, оно, к сожалению, не всегда доступно. И дети особенно завязаны на учебнике, на работу с текстами. И в этих условиях, конечно, дети здесь, Алексей, испытывают особенно большие трудности. Ну вот, как вы видите на этом слайде, тема, которой будет посвящен мой доклад, это то, что медицинским языком называют дифференциальная диагностика дизлексии и других нарушений чтения. На самом деле, речь пойдет о том, в чем же отличие и существует ли оно, и в чем оно заключается, тех форм трудностей в чтении, нарушений в чтении, отставаний в чтении, можно называть как угодно. Но важно тех случаев, когда дети не могут обойтись без специалиста, не могут обойтись без специальной помощи. Вот это, пожалуй, ключевой вопрос. Потому что каждый раз, когда педагог обнаруживает, что у ребенка такие трудности есть, обнаруживает они в зависимости от наблюдательности, от готовности вникать в то, как дается ребенку сама учеба, или рано, буквально уже в первом классе, или, к сожалению, бывает слишком поздно. Я вот, поскольку много лет занимаюсь этой проблемой, не раз сталкивался с тем, когда в седьмом классе обнаруживается, и родители узнают, и учитель начинает понимать, что ребенок не просто не ленивый, не умственно отсталый, а все трудности объясняются тем, что он плохо овладел навыком чтения, и в то же время еще и навыками извлекать смысл из прочитанного, что тоже нередко сопутствует этому. То есть, иначе говоря, с одной стороны, широкий круг специалистов должен понимать и уметь обнаруживать вот эти особые случаи, особые состояния у детей, ну и, с другой стороны, не путать их с обычными банальными трудностями, которые, естественно, в процессе обучения у многих детей как временно возникают, и тогда вот такой категории специалисты и узкие специалисты не нужны, тогда достаточно внимания учителя, помощи родителя, и все удается ликвидировать. То есть, вот об этом сегодня и пойдет разговор, и надеюсь, после этого многим из вас будет легче разбираться такой проблемой. Поскольку термин дизлексия сейчас на слуху уже у многих, и даже не у специалистов, прежде всего вопрос, который вы сейчас видите на экране, существует ли этот род расстройства, как особый вид отклонения в развитии. То есть, это вопрос очень серьезный, потому что с тех пор, как в конце еще 19 века, обнаружены были такие особые состояния, когда появились, это делали врачи, первые описания у детей, стойкая, труднопреодолимая трудность во владении чтением. Этот вопрос задавали много-много раз. И иногда, даже сейчас на конференциях возникают дискуссии. Является ли это просто педагогической проблемой? Ну, скажем так, школа слишком многого требует и ожидает от ребенка, или не умеет научить его в должное время и с должным качеством научиться читать, или есть объективные трудности, которые связаны с определенными нейробиологическими факторами, и, соответственно, это не только и не столько педагогическая проблема, или, скажем, недоработка, сколько объективное препятствие, с которым ребенок сам прониклиться не может. То есть, иначе говоря, ответ на этот вопрос, вот практически столетия, больше даже, ученые всего мира изучают это. И ответ, конечно, да. Да, действительно, есть особая категория детей, которым намного труднее всем остальным освоить этот навык, без которого в наше время полноценно существовать в мире, мы живем в мире текстов, и на этапе школы, и после школы, когда человек выходит уже во взрослую жизнь, он все время так или иначе сталкивается с необходимостью использовать тексты для самых разных практических услуг, для самообразования, для личности, пожалуйста, для, скажем, чисто утилитарных целей, скажем, заключить договор при приеме на работу, для того, чтобы взять кредит, и все время он сталкивается с текстами, причем тексты нередко настолько замысловатые и бывают запутанные, скажем, вот когда речь идет о финансовых, например, вопросах, что, в общем, от этого зависит многосостояние вполне даже взрослого человека. Иначе говоря, практическая значимость вот этого навыка, этой компетенции, она экстраординарна. И за много лет исследований также часто задается вопрос, те, которые мы называем вот этим термином, обозначаем в диагностике дизлексия, это однородная группа, это дети одинаковые, у них одни и те же проблемы, или нет. И вот на этот вопрос надо ответить нет, потому что достаточно много данных, которые показывают, что дети, которые имеют один и тот же внешне, на первый взгляд, одной и той же проблемой, получают один и тот же диагноз, они зачастую сильно отличаются друг от друга. Хотя общее их свойство это объективность этих трудностей, труднопреодолеемости, мы к нему ответы нет. И поэтому так трудно бывает специалистам разобраться перед ними. Это ребенок, просто медленнее осваивающий навык степени, вполне благополучный, здоровый, соответственно, не требующий помощи специалистов, например, медопеда, дефицитолога, или же это ребенок, страдающий дизлексией. И вот, собственно, об этом мы с вами сегодня и будем говорить. Но для того, чтобы понять, в чем же это разница, нам надо будет начать немного издалека, начать с того, какие факторы необходимы и влияют на темпы качества освоения навык степени. То есть, каков фундамент? И вот без этого фундамента ребенок просто не в состоянии научиться читать. У большинства нормально развитых детей этот фундамент создается. Отчасти это делает ребенок в спонтанном научении и саморазвитии. Во многом в этом участвует педагоги, родители. То есть, иначе говоря, вот этот фундамент создается общими усилиями. И в этом фундаменте можно выделить как бы три категории составляющих, три главных компонента. Нейробиологические предпосылки, зрелость функциональной базы чтения и, конечно, адекватные методы оручки. Это вот как бы три кита, на которых навык чтения существует, опирается, базируется. И к нейробиологической части мы обратим чуть позже. Начнем мы с того, что реально практически начинают формировать обычно еще в детском саду. вот у нас ситуация такова, что старшие подготовительные группы детского сада уже определенные разделы программы ориентированы на формирование функциональной базы ну, не только чтения, а и грамоты в широком смысле слова. Это, по сути, комплекс разных навыков и способностей. Ведь надо понимать, что навык чтения в эволюции возник сравнительно поздно. Мозг генетически как бы не заточен под то, чтобы ребенок легко и просто самостоятельно в таких случаях например освоение устной речи, где есть определенные даже биологические предпосылки. Ребенок сам освоил это без особых трудов. здесь требуется действительно помощь педагогов и немаленькая в зависимости от того насколько она успешна дальше ребенка все будет проходить или благополучно или в общем и очень благополучно. И вот мы теперь с вами рассмотрим чуть более подробно вот эти три составляющих компонента. И начнем мы с когнитивных предпосылок. ведь на самом деле хотя на первый взгляд кажется что чтение письмо самым главным образом связано с сутной речью но существует большое количество когнитивных навыков процессов которые необходимы без них просто не обойтись для того чтобы полноценно учиться из текста это огромное количество единиц информации большое количество букв слогов слов морфем который обеспечивает определенные грамматические значения и так далее чтобы зрительно анализируя текст причем вот этот сам зрительный анализ регуляция движения взора достаточно сложно организованная приходится учиться умение считывать информацию с печатного текста совсем не то же самое как скажем разглядывание на класс наш мозг работает и для того чтобы у ребенка в процессе обучения постепенно совершенствуется вот самые главные пожалуй вот эти функции которые здесь обозначены зрительный гнозис способность прочной надежно помнить образ букв быстро их узнавать причем вне зависимости от типов шрифта от вида написания печатного или письменного потому что ребенок начинает пользоваться чтением не только когда он читает книгу но и тогда когда он пишет потому что когда он пишет он должен прочитать контролируя себя прочитать то что он написал это совершенно иначе выглядящие буквы и тем не менее дети должны соотносить с одним и тем же знаком так по-разному зрительно выглядящие с юглы это очень важно наконец зрительная память предковременная зрительная память оказывается очень существенно экватируется во время чтения потому что много фактов есть которые показывают что мы часто отчет перечитывая возвращаемся к предыдущему слову предыдущему предложению иногда даже к предыдущему абзацу после этого должны вернуться к тому месту где прервались как читали то есть мы должны помнить а где в каком месте мы прервались для того чтобы перечитать перепроверить себя когда происходит синтез смыслов он поскольку информация слажна обычно это происходит как бы отставлено то есть глаз читает нечто новое а мозг обрабатывает то что хранится кратковременно в оперативной зрительной памяти то есть иначе говоря это аквардная функция и дети у которых с этим проблема могут некоторые трудности но если только это проблема то они с этим справляются другой компонент умение то что называют субсессивными функциями это способность запоминать ряды последовательности учитывать последовательность расположения любых знаков картинок изображений слов то есть вот это умение это способность когнитивная она чрезвычайно сильно эксплуатируется и при чтении и при письме соответственно до начала того когда ребенок начинает учиться читать и в программе детского сада кое-что заложено для планировки этих функций и это является следующим компонентом важным представляющим вот эти самые когнитивные предпосылки наконец объем оперативной памяти трудно переоценить важность этой способности оперативной памяти называют временное хранилище информации вот ребенок прочитав одно-два слова сохраняя оперативной памяти образ прочитанного синтезирует интегрирует значение этого и на этом собственно построено укрупнение интеграции обобщение того что информации которую читающие выпускают во время чтения чем меньше объем вот этого временного хранилища тем меньше порции ребенок может обрабатывать одновременно тем труднее параллельно выполнять несколько видов деятельности то есть с одной стороны считывать с другой стороны обобщать осмыслять и ухлопнять этот смысл это тоже необходимый компонент без которого не обойтись я уже фактически отчасти этого коснулся разные формы регуляции зрительного внимания и те кто работают с детьми они редко замечали что дети с такого рода трудностями теряют строку или перескакивают через нее или закончив одну строку начинают ее с нового нередко узк зрительного внимания трудности концентрации распределения тоже важный компонент и когда в этой сфере есть проблемы некоторые трудности могут возникать еще одна способность еще предполагает возможность быстро вспомнить о каком звуку соответствует та буква или слов которые он в данный момент читает нормы происходят очень быстро но в отдельных случаях у отдельных детей эта способность может оказаться нарушена наконец фундаментально я бы сказал способность программирования контроля которая связана словно долями то что называют executed functions управляющие функции она координирует она как пережев управляет вот этими разнообразными многообразными процессами которые одновременно читающий ребенок производит то есть работа с языком работа со зрительными символами работа с когнитивными смыслами и все это параллельно то есть на самом деле это действительно очень трудно организованная деятельность ну и наконец поскольку все это новый материал новая информация у ребенка должен существовать достаточно минимально необходимый уровень обучаемости потому что ему приходится столкнуться с совершенно новой сферой вот буквы слова это в общем новый язык ему приходится осваивать то есть вот насколько многообразен и сложен комплекс этих самых предпосылок и конечно не у всех детей все эти предпосылки одинаковые благополучие но отможности мозга настолько гибли и пластичность кондиционерные способности тоже достаточно велики у большинства что когда какая-то из предпосылок недостаточно развита наша психика мозг умудряется приспособиться и серьезных трудностей совершенно они могут и не возникнуть то есть каждая из предпосылок может быть одна две недостаточно зрелые но тем не менее много компенсаторных ресурсов которые у нас есть позволяет с этим справиться вот когда многочисленное большое количество предпосылок недостаточно сделок тогда действительно возникают трудности но тем не менее вот некоторые слабости в этой сфере могут незначительно замедлить затруднить темп освоения навыков вот эта вещь конечно индивидуальная и в одном и том же классе дети одного и того же возраста конечно различаются потому насколько быстро они могут усваивать все то что предлагает им учитель школа система и в свое время известный психолог Мичинская она показала экспериментально что разница между вот этими способностями здорово вполне может достигать в одном и том же классе с одним и тем же возрастом года и даже полутора то есть вот насколько велит разброс и серьезная миссия учителя бы сказал учитывать что есть слабые и сильные здоровые слабые здоровые сильные то есть есть диапазон нормы на которые надо обращать внимание то есть темп объем сложность преподавания ориентируют не только на самых сильных это будет тогда проигрывать всех остальных а подсараивать под и в том числе они даже в большей степени нуждаются в педагогической языковые предпосылки совершенно конечно обязательно часть того что нужно для владения чтением потому что письменный язык знаки обозначают то что относится к устной речи и поэтому вот эти компоненты я не буду подробности относительно них потому что это практически логопедическая аудитория конечно знает но вот здесь они расположены в порядке значимости благополучия в сфере фонологии фономатического слуха фономатических представлений конечно первостепенное значение и особенно заметно могут сказаться на благополучии в освоении навыков чтения и пожалуй второе по значимости место занимает объем словаря словарный запас дело в том что когда ребенок читает он должен быстро понять что за слово он прочитал его а кроме того совершенно нормальным процессом вот это может удивить некоторых педагогов является угадывание каждый нормально читающий человек частично считывает частично догадывается и чем богаче у него словарь тем легче он да его догадка тем надежнее и быстрее возникает а это экономит затраты ресурсов то есть благодаря тому что мы можем отчасти текста догадываться мы можем читать быстро и это сравнительно неутомительно и соответственно оперативная актуализация словаря быстрое припоминание наверняка каждый из вас вот раз в жизни сталкивался а я думаю многие не раз с детьми которые вспоминают то что их спрашивают спустя там 10-15 минут то есть когда ему задали вопрос он выглядит растерян и не может вспомнить нужное слово нужное понятие а вспоминает это с опозданием но говорят поиск ушел уже внимание учителя приключилось на другого ученика и создает и оказывается неуспешно то есть таки говоря вот это в случае определенных недостатков ребенка может действительно сказать его темпы качества усвоения наконец особая категория третья группа предпосылок это мета языковые предпосылки до определенного возраста дети рассматривают речь слово например не столько как отдельную субстанцию не как отдельное явление действительности а как атрибут предмета то есть дети где-то четырех четырех с половиной лет убеждены что слово как бы рождается с предметом скажем задает вопрос куда узнали что это так называется например что она называется луной она вот так далеко мы знаем что она так называется но поскольку освоение грамот предполагает владение навыками членения слов значит надо для начала понять что слово это знак он первых отделен что речь это самостоятельная вот этот процесс осознания речи как отдельного вида действительности вот это и называют метроэпитолем предпосылками ребенок начинает понимать что слово это лично самостоятельное предметы что оно условное название бессмон и что это слово имеет структуру что можно его делить на части на слоги на звуки это в общем достаточно для материи для детей и вот как раз у детей дизлексии вот это предпосылка особенно слабо формируется долго и с большими трудностями то же самое касается то что называют метаморфологию это способность чувствовать осознавать что слово включает несколько морфем там корень приставку то есть не понятие не теорию а вот это ощущение структурной нецелостности понимания того что скажем изменение там например окончание там уменьшить изменит значение слова изменение приставки создают новое слово вот это оказывается в основном освоении фифографии и для учителей это речь достаточно очевидна то есть иначе говоря вот эти важнейшие предпосылки они как действительно влияют на качество владимир на на каждый вид вот на каждой этих предпосылок с одной стороны влияет конечно нейробиологическая основа и зрелость мозга тентос изыкновения мозга полноценность функционирования всех компонентов всех структур мозга но с другой стороны крайне важную роль играет адекватная система обучения вот скажем одна из причин которая сейчас у нас стихийным образом часть школьных программ перепутывала детский сад хотя учителя детского сада изначально воприта не готовят как учителей начальной школы начальных классов формирование навыков грамот но тем не менее по заказу родителей которым хочется чтобы ребенок раньше начал это осваивать иногда по инициативе педагогов это очень часто происходит в 5 иногда даже в 4 года то есть раньше того момента когда у ребенка все предпосылки созрели у одних это действительно может произойти раньше у других нет но нередко происходит так что воспитатель не очень грамотен воспитатель детского сада в том как правильно формировать эти навыки и если здесь возникают какие-то ошибки это может затруднить освоение последующей уже в школе освоение навыков чтения а иногда родители по собственному инициативе и не всегда правильно начинают учить зубрят с ребенком название букв с помощью кубиков разного игрового материала то есть они не понимают что на самом деле на первом месте звук а ему соответствует графический знак они идут наоборот от буквы да вот давай запомним как все буквы называют то есть они по сути сбивают с толку ребенка и вот теперь если мы обратим внимание вот на эти три группы предпосылок то понятно что некоторые негрубые благополучие недостаточная сформированность какой-нибудь из них может замедлить но не нарушить освоение навыков то есть иначе говоря понимаем что предпосылок много что факторов влияющих на темп овладения навыком тоже много понятно почему существует вариативность вот если мы возьмем всю популяцию детей вполне здоровых тем не менее мы обнаружим что часть из них легко и просто с этим справляется есть вы знаете часть детей которые например вообще самостоятельно там некоторые в три года некоторые в четыре года осваивают навык их никто этому не учит это вот спонтанно освоенный навык и начинают читать нам много раньше всех остальных то есть иначе говоря существуют большие индивидуальные различия которые зависят и от внутренних и от внешних факторов которые конечно на это влияют то есть иначе говоря это является причиной просто разнообразия но не патологии и вот теперь посмотрим что же с точки зрения овладения полноценности овладения этим навыком что представляет собой вся популяция детей то есть речь пойдет о том что такое норма парадоксально но специалисты вот особенно специалисты психологи логопеды намного лучше разбираются в патологии чем в норме и зачастую не очень хорошо понимают а что же такое норма а ведь совершенно очевидно что от того как мы понимали где границы нормы от этого и будет зависеть что мы будем считать патологией то есть иначе говоря понятие патологии не безусловно не абсолютно оно зависит от того как общество договорилось где будет контакция норма и вот этого будет с этой границы мы будем рассматривать уже все остальное как патологию то есть таким образом если мы внимательно имея хороший инструмент обследовали бы большую массу детей большую там несколько тысяч например то мы обнаружили бы что существует некий континуум то есть по качеству этого навыка дети распределятся вот следующим образом есть то что можно назвать высокой нормой это легко и просто и рано осваивающий этот навык дети есть то что называют средней нормой и нижняя граница того что мы называем нормой и вот понимание что такое это нижняя граница причем конкретно буквально в цифрах потому что для питалиста практика это как раз очень важно определить каждый конкретный ребенок он где вот в этом континууме где его место потому что от того каково будет решение зависит решение о том нужна ему помощь или не нужна и вот уже за пределами этого коридора нормы потому что нормы это конечно не один показатель который находится между высокой нормой и низкой нормой начинается то что можно назвать отставанием то есть это вот на таком первом шаге то что видит учителя относительно детей не осваивающих должное время с должным качеством программ а вот уже дальнейший анализ показывает то часть из них имеют не патологические явления то есть они просто чуть медленнее осваивают это но достаточно с ними дополнительно позаниматься достаточно обычной помощи учителя и они наверстывают допустим упущенное вот сейчас как мне кажется одним из факторов особенностей которые к сожалению провоцируют количество вот таких не только кстати в чтении и в математике например сейчас вообще почти перестали оставлять на второй год вот так изменилась наша традиция хотя никто естественно этого официально не запрещал немного изменилось законодательство там требуется согласие родители на это но тем не менее все реже и реже это происходит и фактически ребенка недоусвоившего определенный программный материал переводит следующий класс и он должен уже новый материал осваивать а он еще со старым не справился то есть иначе говоря возникает как раз то вот что можно в буквальном смысле назвать педагогической запущенностью дедактогенной проблемой то есть это здоровые дети и максимум что им требуется это остановиться доработать материал до такого уровня чтобы он был прочный и автоматизированный усвоенный можно двигаться дальше то есть здесь не нужен логопед не нужен дефектовок это легко решается а вот еще одна категория детей вот она как раз и является главным предметом того о чем сегодня пойдет речь это дети у которых нарушение у которых есть нейробиологические причины особая дисгармония развития которая не позволяет обычными средствами ребенку помочь то есть просто помощью учителя класса и тем более усилиями самого ребенка для них нужна помощь особая и специальная и вот когда мы говорим о норме то есть вот так казалось бы все логично и спокойно то что нас изложил но на самом деле понятие нормы оно разное есть норма ее еще называют конструктивная норма которую устанавливают например министерство институт там группа специалистов с точки зрения своих представлений вот например свистует у некоторых представление что норма это идеал вот как можно развить усвоить навык когда все благополучно вот как бы предел возможностей и и такие исторические были серьезные ученые классики даже которые ориентировались на вот такой идеал например вот замков двухсторонников вот именно такого представления о норме существует то что называют нормативом это то что министерство ведомства спускает в школу как формальный уровень требований иногда он оправдан иногда может быть занижен иногда завышен потому что ну его создают люди человеку свойственно ошибаться это может быть иногда правильным иногда нет а вот есть другая категория нормы их называют дескриптивными это наиболее объективный вариант нормы который построен на статистических критериях то есть в этом случае нормы называют большинство большинство это где-то 85-89 процентов то есть действительно подавляющее большинство детей которые способны обеспечить выдать вот такой результат и без больших без напряжения без больших усилий добиться какого-то результата для этого используют определенные статистические процедуры вот средняя плюс минус одно-два стандартных отклонения то есть во всем мире в большинстве стран сейчас как раз ориентируются вот на такие нормы потому что они отражают реальное положение отдел когда я например слышу от некоторых иногда это в статьях появляется что у нас там 40 процентов детей из патологии этого быть не может просто потому что 40 это значит что вполне здоровые дети попали в эту категорию патология она всегда малочисленная норма как раз наоборот она составляет основное большинство следовательно вот в этом случае если мы пользуемся строгими критериями мы можем взвесить и правомерность того как эта школа с одной стороны преподает то есть темп объем сложность материала насколько полноценно работает потому что если в результате успешного результата достигла там не знаю половина детей то конечно тут проблема скорее в школе чем в детях потому что школа просто должна ориентироваться на большинство иначе это не столько вреда сколько вред поскольку такое количество детей попадает в категорию патологии не могут нормально освоить то что должны значит надо облегчить ситуацию значит надо что-то изменить то есть иначе говоря использование вот таких статистических надежных критериев это очень важное важное условие я бы сказал даже просто планирование в образовании и планирование оказания помощи поэтому действительно большинство стран пришли именно к тому что нужен надежный способ вот этого взвешивания того насколько сложной может быть программа и что разумно ожидать от большинства детей и вот в качестве примера в 2008 2009 годах мы провели исследование где использовались использовалась стандартизованная методика позже я о ней расскажу методика которая позволяет оценить нарук чтения опираясь вот на такой строгий подход и что мы значит это исследование включало некоторое количество жителей Петербурга и больше детей города Москвы там примерно 1200 детей участвовало вот смотрите что дает нам статистика в данном случае вот в этой таблице показано качество то каким способом дети читают дело в том что главный показатель отличающий дислексиков от всех остальных это незрелость способа чтения если большинство там скажем третьем четвертому классу читают целым словом и группой слов то дети с дислексией не могут овладеть нормальным слоговым тенем на протяжении многих лет то есть иначе говоря это действительно очень важный показатель и вот светлые клетки которые в этой таблице вы видите это процент того какое количество детей овладело на таким способом побуквенное побуквенное переход с переходом к слоговому по слоговое и так далее и вы видите что например читать целыми словами большинство детей смотрите в четвертом классе только могут то есть это если мы измеряем объективно а традиционно существует представление что чтение целыми словами уже во втором классе большинства детей должны быть но если мы посмотрим на объективную статистику то увы например вон видите 29 там два разных текста один посложнее другой попроще даже в самом простом 29 процентов во втором классе читают все еще по слогам а скажем в третьем классе такой же тридцать 32 процента частично по слогам частично целыми словами то есть иначе говоря не всегда совпадает норма которую спускает ведомство с тем что мы объективно имеем у детей а мы должны знать действительно реальность такой какой она есть чтобы отделить тех у кого действительно серьезные трудности и кто нуждается в помощи от тех кто вполне может справиться сам или достаточно помощи педагога школы так вот значит в чем же отличие отставания от нарушения как видите отставания критерии отставания достаточно относительные зависят от реальной программы реальных требований а кроме того от того какие дети попали в конкретный класс нередко ведь когда попадает много сильных детей учителю кажется что даже вполне здоровый может быть отстает то есть имеет нарушение то есть зависимость от локальных нормативов но это легко преодолимо это не требует коррекционной помощи и обычно вот если так сравнивать в классах обучения отставания ну где-то на год редко на полтора по программе и вот то что мы называем отставанием то что не включает нарушения оно и не требует специальной коррекции а что же такое нарушение это понятие абсолютное поскольку нарушение имеет нейробиологическую основу это некоторое отклонение в развитии мозга это достаточно стойкое явление и практически всегда требует коррекционной помощи что особенно важно в основе того что мы называем нарушением лежат какие-то недостатки причем объективно существующие нейробиологическую основу имеющие или когнитивные или языковые и вот как мы увидим чуть позже их обычно много вот что важно когда их оказывается у конкретного ребенка ни один ни два недостатка а целый букет вот тогда это создает серьезные препятствия и вот статистически если измерять на учтение оказывается что граница за которую выпадают эти дети это больше чем средняя минус эти полтора стандартных отклонений и мы как раз теперь подходим к тому а как же ученые решают такой важный вопрос как деференцировать детей с трудностями легко преодолимыми или дедактогенными или просто различие в темпе от того что правомерно называют дизлексией и оказывается здесь очень важен наряду с другими признаками фактор обучаемости обучаемость то есть способность усваивать новую информацию и самостоятельно пользоваться ею в разных условиях так вот если мы рассмотрим то собственно от чего зависит вообще успех в школе обучаемость то оказывается это в общем довольно давно психологи определили существует два вида обучаемости общая обучаемость усвоение самой разной информации и существует такое представление выработанное наукой что есть некий общий фактор general который тесно связан с интеллектом который влияет на разные виды академической успеваемости то есть такие дети у которых этот фактор этот показатель легко и просто справляются с большинством с большей частью программного материала и как бы зеленый свет во всех основных предметах но есть и то что называют частные обучаемости это иногда называют способностями то есть это известно многим например музыкальные способности спортивные способности математические способности то есть при одном и том же уровне общей обучаемости некоторые частные виды усвоения определенных однотипных навыков могут быть на низком уровне а могут быть на высоком уровне и вот как раз применительно к освоению учтения действительно есть особые предпосылки способности которые у одних детей значительно облегчают все это усвоение этого навыка а у других наоборот проваливаются эти предпосылки эти частные виды обучаемости при том что общая обучаемость может быть вполне нормальной то есть иначе говоря вот это это сравнение общего уровня обучаемости любым предметом и частного уровня обучаемости непосредственно письмо и чтение вот если они не совпадают вот это и является признаком того что ребенка дизлексия то есть низкий уровень частной обучаемости но при этом высокий уровень общая обучаемость и вот таких детей называют такие состояния называют специфическими избирательными нарушениями чтения но есть и другая категория детей у которых низкий уровень общей обучаемости и конечно он влияет и на усвоение чтения тоже и вот такие виды нарушений принято называть неспецифическими это известные категории детей дети с умственной отсталостью например которые любые предметы усваивают медленнее и похуже и в том числе и чтение конечно таких детей мы не будем называть дизлексей скажем дети с тяжелыми нарушениями с тяжелым недоразвитием устной речи например как моторная лави конечно они медленно осваивают те же навыки чтения письма чем все остальные в той вере в которой они отстают в устной речи иначе говоря вот эти категории мы называем неспецифическими нарушениями чтения таким образом что мы получаем если мы рассмотрим только нарушения в популяции детей какие же нарушения чтения реально существуют в данном случае вы здесь видите цифры относящиеся к русской русскоязычной популяции потому что на распространенность нарушений конечно влияет с одной стороны язык особенности языка а с другой стороны письменный то есть поэтому это как бы проценты которые характерны для наших детей так вот вы видите что есть большая группа нарушений чтения их примерно 10 процентов и только часть из них отвечает критерием того что такое дизлексия но вот в данном случае мы сейчас говорим о трудностях техники чтения но сравнительно недавно это где-то 30-40 лет назад в мире была выделена еще одна категория трудностей оказывается такая тоже существует когда у детей независимо от состояния техники чтения то есть она может быть вполне благополучной затруднено понимание прочитанного то есть вот этот вот круг это дети с нарушениями понимания текста у некоторых из них страдает и техника а у других они читают бегло но понимают плохо то есть таким образом это в сумме создает в общем немалую долю детей с такими проблемами и соответственно все они нуждаются в помощь и вот если мы возьмем нарушение вернемся к нарушениям только техники чтения то кажется что чуть меньше половины из них отвечают критериями строгом смысле дизлексии а вот другая часть которая здесь вот так обозначена это так называемые неспецифические формы нарушения чтения и те и другие конечно нуждаются в помощи но к сожалению перспективы получить хороший результат у них довольно сильно различаются у детей с неспецифическими нарушениями чтения легче и быстрее удается добиться полноценного результата они быстрее компенсируют с помощью специалистов иногда это достаточно работы в течение полугода года и уже можно добиться очень больших сдвигов а вот дети с дизлексией с теми нарушениями которые имеют особую нейробиологическую основу избирательную приходится тратить годы для того чтобы добиться полноценного результата вот почему собственно важно разделять их различать таким образом мы подходим к определению что такое дизлексия если вы вот сейчас внимательно прочтете это определение оно основано на многолетних исследованиях то вы увидите что здесь как бы главное и главным в этом определении является то что это стойкая избирательная неспособность то есть стойкость но с другой стороны избирательность то есть другие предметы другие способности сохранны а способность научиться читать значительно отстает являются пожалуй самыми главными в критериях определения дизлексии при этом вот в этом определении что несмотря на достаточный уровень интеллекта достаточный уровень развития тем не менее ребенок не может полноценно этому научиться вот такая вот диссоциация учитывая базовые предпосылки общую обучаемость мы ожидаем успеха а тем не менее ребенок не может этого успеха добиться и вот соответственно если теперь мы посмотрим как выглядит все разнообразие трудностей вот получается вот такая классификация такое классификационное дерево то есть из всех трудностей мы должны выделить с одной стороны отставание не патологическое и помогать с помощью педагога класса там может быть тьютера но для этого не нужен дефектов нарушения которые делятся в свою очередь на специфические избирательные то есть дизлексии и не специфические нарушения чтения и там и там требуется специалист и там и там требуется логопед как правило и вот наши исследования показали что я уже упоминал в начале что группа детей с диагнозом дизлексия тоже неоднородно существует среди них категория у которых есть так называемая дисфазическая дизлексия то есть это как правило сочетание нарушения устной речи недоразвития устной речи и нарушение чтения причем нарушение чтения значительно превышающее то что например как правило мы увидим в некоторой степени в речевой школе то есть по собственному могу сказать что примерно из контингента речевой школы примерно около половины только имеет признаки дизлексии у остальных нет то же самое кстати и в школе для детей с задержками психического развития только у половины можно обнаружить дизлексию в остальных нет хотя диагноз один и тот и вторая форма другая форма дизлексии при которой заметных грубых нарушений устной речи нет но тем не менее стойкие трудности в воде нечтения причем вот при дисфазической форме признаки трудности возникают особенно рано еще в букварный период при дисгнозической в основном это становится заметным к концу первого во втором классе то есть иначе говоря есть различия и в симптоматике и теперь я хочу вас познакомить с той классификацией которой пользуются врачи потому что существует так называемая международная классификация болезней вот пока мы пользуемся 10 10 пересмотра но уже на подходе классификация 11 пересмотра и вот здесь примерно такие же но только более конкретизированные критерии показатель правильности чтения на два стандарта ну не ошибки а отклонения точнее для ожидаемого возраста и что особенно важно эти признаки эти особенности тормозят а препятствуют обучению ведь трудности детей дислексии в чтении текстов конечно отражаются и на других предметах где тоже надо читать текст а более того это создает трудности повседневной жизни особенно уже у взрослых страдающих дислексией и продолжение вот этой классификации это не является следствием дефекта зрения или слуха то есть это как бы имеет особые причины при этом школьный опыт достаточен то есть это не дедактогения и норма интеллекта то есть несмотря на все эти посылки тем не менее дети испытывают трудности и при всем разнообразии симптомов которые у таких детей мы встречаем а действительно на самом деле симптоматика трудности которые у таких детей есть они очень разнообразны их много у разных детей по-разному есть легкие формы дизлексии есть тяжелые но нарушение чтения я бы сказал это так скажем верхушка айсберга подводная часть не всегда даже заметна это трудности запоминания это трудности распределения внимания это трудности автоматизации а кроме того известно что дизлексия часто имеет высокую степень как говорят врачи коморбидности то есть есть много сопутствующих дополнительных расстройств недостатков ну например процентов у процентов 15 например так называемая СДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивности то есть это дополнительно осложняет усвоение материала то есть это не является конечно причиной дизлексии это сопутствующие расстройства некоторые невротические расстройства остыния повышенная утомляемость иногда могут быть проблемы в моторике то есть иначе говоря кроме вот этого центрального недостатка у них нередко еще сопутствующие некоторые расстройства так вот самым главным самым специфическим в этой сфере чтения все-таки является стойкая неспособность овладеть слогослиянием вот опираясь на собственный многолетний опыт изучения таких детей консультирования таких детей могу сказать что если в процессе коррекционной работы ребенок справился со слогослиянием на уровне двух буквенных слогов хотя бы то есть вот такие слоги ребенок освоил и автоматизировал слогослияние то дальнейший ход пойдет уже достаточно быстро то есть компенсация произойдет сравнительно быстро а у большинства настоящих без лексики автоматизированное слогослияние формируется крайне медленно зачастую к концу даже школьного обучения оно так и не наступает ну и как вы видите в этом втором пункте иногда то есть только у части таких детей нарушено понимание прочитанного вот в этом можно сказать некоторый парадокс потому что скажем кажется что сами трудности в технике очевидным образом и будут затруднять понимание а получается нет часть детей несмотря на такие трудности в технике тем не менее нормально понимает прочитанное и я видел немало вот именно таких детей они существуют действительно а у других понимание настолько страдает что там скажем текст объемом где-то в 100 слов коротенький тех понимается лишь там на 20-30 процентов то есть вот это конечно особенно тяжелая категория детей таким образом если мы теперь попытаемся сформулировать главные признаки по которым принимается решение дизлексия это стойкость это все-таки как правило тяжесть отставания в чтении это избирательность ну и наличие определенных нарушений в сфере когнитивных или языковых механизмов то есть для того чтобы это обнаружить то есть подтвердить такой диагноз разумеется требуется мультидисциплинарное обследование то есть здесь должен в этом участвовать обязательно логопед должен участвовать психолог или клинический психолог или так называемый коррекционный психолог или специальный психолог как правило невролог или психоневролог требуется тоже потому что я уже сказал что у этих детей необходимо оценить интеллект и необходимо определить есть ли вот эта сопутствующая симптоматика нарушения которые тоже ему создают помехи я бы сказал что часть детей вообще требует лечения не для всех это необходимо но именно поэтому нужен как участник вот этого полноценного комплексного обследования и врач тоже теперь поговорим о том поскольку времени у нас немного все-таки я буду в этом в этом разделе краток что приводит к появлению такого вот стойкого состояния многолетние даже многодесятилетия скажем практически вот особенно много новой информации было получено во второй половине 20 века и вот начало 21 века на первое место большинство ученых ставят генетические факторы то есть все-таки чаще наследственность является главной причиной дислексии и при детальном анализе мы действительно обнаруживаем аналогичные повторные случаи не у всех конечно таких детей но довольно часто ну где-то в половине случаев обнаруживается что брат сестра мама или папа или двоюродный брат или сестры имели подобные же недостатки тоже страдали дислексией то есть иначе говоря это важно и для прогноза повторных случаев когда скажем родители решают вопрос о том иметь ли еще детей медико-генетическая консультация здесь желательно для того чтобы трезво представлять насколько велик риск повторного появления такой же патологии у следующего ребенка ну и немалую роль конечно в происхождении дислексии играет вредности экзогенно-органического характера ну то есть это осложнение во время беременности в родах повреждения на этом раннем этапе определенных структур мозга которые могут возникнуть и конечно наиболее тяжелые наиболее стойкие случаи дислексии включают и то и другое то есть это и отягощенная наследственность и вот патология такого рода поэтому идеально на современном уровне обследовать таких детей для того чтобы понимать что же вызвало что является причиной использовать современные методы исследования электроэнцефографические и скажем МРТ для того чтобы хотя бы видеть всю картину патологии которые у таких детей существуют и и вот я хочу привести результаты достаточно рано давно проведенных исследований видите это 80-е годы очень наглядно доказывающие что такое состояние как дислексия это вовсе не только педагогическая проблема что здесь изображено это результат исследований которые проводил Галабурда американский исследователь который изучал мозг взрослых людей которые при жизни страдали дизлексией умерли от какой-то другой причины и вот при патологоанатомическом исследовании проводился гистологический анализ строения тканей мозга и оказалось вот эти вот красные точки это нейроны нервные клетки которые расположены не там где они должны были быть вот это называют еще в медицине этапеями то есть главное что это подтверждает это вот кора как бы на срезе вот это нормально расположены зеленым цветом обозначены нейроны а вот красным цветом нейроны которых быть не должно в норме они есть а что это нам иллюстрирует это иллюстрирует то что мозг таких людей имеет признаки дизембриогенеза то есть некоторого отклонения в развитии созревания именно потому такие трудности являются стойкими более современные исследования с помощью уже функциональной мрт это исследование позволяет определить уровень активности определенных регионов мозга при предъявлении функциональной нагрузки то есть человеку предлагают например читать и одновременно регистрирует активность кровотока в разных зонах мозга чем активнее какая-то часть мозга принимает участие выполнение задания тем она естественно важнее значит она играет ключевую роль это использовалось прежде всего конечно для понимания мозгового обеспечения навыков слева вы видите результат это данные на большой совокупности исследований многочисленных исследований получены которые показывают что во время чтения нормальный здоровый человек использует в это время активируется вот как минимум три вот этих жизненно необходимых зоны этого часть лобных извилин это верхняя височная и здесь затылочная височная а вот картинка того что мы получаем у ребенка с дизлексией и вы видите что часть необходимых зон мозга не включается не активируется в процессе чтения то есть иначе говоря вот это нам показывает вот эту самую нейробиологическую основу дизлексии и является аргументом почему нужно серьезно долго работать с такими детьми а современные исследования показали что оказывается работа педагога упражнения определенная тренировка влияют на активность зон мозга определенных влияет на образование новых синапсов связи между структурами мозга которые почему оказались неактивными и в результате приближает организацию мозговой деятельности к норме то есть иначе говоря педагог в каком-то смысле как архитектор вот этих мозговых структур мозговых систем но в том случае когда эта помощь оказывается своевременно и когда она длится достаточно долго то есть иначе говоря вот эти данные как раз аргумент почему так важно своевременно оказывать помощь и почему эта помощь не может ограничиваться полугодом годом даже иногда это необходимо в течение двух а бывает и трех лет многолетние исследования в частности и мои и нашего коллектива привели к формированию модели механизмов диалексея то есть здесь показано недостатки каких когнитивных функций виновники появления таких стойких трудностей то есть речь идет о том что вот здесь смотрите сколько у нас получается 8 ключевых предпосылок в неблагополучном состоянии находятся и вот когда у одного и того же ребенка большое количество одновременно этих недостатков вот тогда уже компенсаторных возможностей не хватает и тогда действительно возникает то что называют дизлексией то есть реально механизмы таких детей носят комплексный характер их много именно именно поэтому так трудно с этим справиться то есть существует как бы некоторый пороговый эффект когда там два три недостатка это преодолимо и ребенок справляется какие-то альтернативные пути способы освоения интуитивно как бы выбирает а вот когда они в большом количестве вот тогда действительно возникает этот вид патологии и теперь мы поговорим о том как же практически с помощью современных подходов диагностики специалисты могут принять решение о том является ли данный ребенок страдающим без лекти или это банально легко преодолимое просто замедление освоения навыка чтения и перспективы достаточно благополучные вот для того чтобы можно было надежно диагностировать навык чтения благодаря вот это был как раз результат моей кандидатской диссертации которая была выполнена еще в 80-е удалось создать стандартизованную методику исследования навыка чтения вот сокращенно она называется сменьши которая была создана на большом количестве детей была проведена стандартизация для того чтобы выработать эти нормы и более того в 2008-2009 году была проведена повторная стандартизация потому что со временем состояние способностей навыков может меняться и разные поколения могут демонстрировать несколько различные способности поэтому во всем мире принято любой инструмент стандартизованную методику периодически рестандартизировать и соответственно вот как раз о некоторых результатах этой рестандартизации я вам уже в начале своего доклада рассказывал вот эта методика включает четыре стандартных текста почему здесь нужны стандартные тексты потому что давно достаточно получены данные что качество текста лингвистическая структура особенно текста влияет на многие показатели и чтения поэтому инструмент должен чтобы он был надежным чтобы он одинаковые результаты в любых руках давал он должен содержать один и тот же тестовый материал то есть одни и те же тексты вот как бы основными являются тексты как я ловил раков другой неглагодарная ель при использовании этой методики каждому религию всегда предъявляют два текста они различаются по сложности и полноценный результат диагностически требует чтобы использовались именно два текста как определяется результат при использовании в этой методике ребенку предлагается лист на который мы положим текст предлагается прочитать его свободную корректу то есть мы стараемся не форсировать его на скорость а наоборот как бы снять чувство экзамена что ли более непринужденную обстановку создать то есть ребенок должен читать в том темпе который ему удобен и фиксируем какое количество слов ребенок прочитал за первую минуту и при этом фиксируем какое количество слов ребенок прочитал ошибочно не количество ошибок а количество ошибочно прочитанных слов и конечным итогом является число сколько слов правильно прочитанных за первую минуту было зарегистрировано и кроме того еще есть в этой методике и стандартные вопросы для оценки понимания и вот получив такие сырые данные с помощью специальной таблицы для того чтобы облегчить пересчет специалистам ведь от абсолютных первичных данных мы должны перейти к коэффициенту который покажет нам насколько наш конкретный ребенок отличается от большинства благополучных детей его возраста и класса обучения собственно вот для этого нужны относительные коэффициенты или как говорят шкальные оценки которые соответственно будут показывать насколько благополучен ребенок или наоборот нет и вот для этого в пособии в самом имеется таблица благодаря которой любой специалист может определить вот скажем в этой колонке это число слов которые ребенок прочитал правильно за первую минуту то есть выбирается строка а дальше выбирается колонка класс в котором в данный момент ребенок обучается вот эти нормативы в основном ориентированы на примерно середину среднюю часть года обучения то есть конец первого полугодия и поскольку мы используем два текста текст первый и текст второй то есть на пересечении строки соответствующей числу правильно прочитанных слов и столбца класс и текст мы получаем коэффициент техники чтения вот этот самый относительный показатель причем более того вот если вы посмотрите внимательно на эту таблицу вы увидите что часть клеточек затемнены затемнены сильно а другие слегка так вот сильно затемненные заштрихованные значения коэффициента техники чтения демонстрирует тот результат который в основном наблюдается у детей с дизлексией а слабо затемненные это дети группы риска у которых незначительные негрубые нарушения не достигающие степени дизлексии разумеется только по одному тесту мы конечно не ставим такой диагноз но это уже дает как бы первый ориентир для того чтобы разделить детей на категорию с серьезными нарушениями это те кто попадут как раз в эту сильно затемненную зону то есть иначе говоря специально для облегчения работы вот с такой методикой было предпринято такое вот маркирование и результаты показали что нижняя граница нормы по коэффициенту техники чтения обычно 83-85 и еще одна особенность мы как правило получаем два коэффициента по первому тексту и по второму обычно у большинства детей разницы по коэффициенту между двумя текстами большой нет почти одинаково потому что естественно возрастные нормативы они учитывают эту разницу сложности но у некоторых детей эта разница превышает равна 10 баллов или больше причем как правило это в трудном тексте коэффициент особенно низкий вот такой феномен когда разница 10 баллов и выше сигнализирует о том что у ребенка не только дезлепсия но вот тот навык который у него на данный момент имеется он сырой нестабильный и усложнение текста как бы приводит к регрессу откату на совсем примитивный способ чтения то есть это более серьезный случай и критерии диагностики таким образом дезлексии в среднем как я уже сказал ну вот нормальный минимальный уровень это 83-85 средний примерно 95 баллов коэффициент техники чтения но я уже говорил что нам важно сравнивать уровень навыка чтения с одной стороны и уровень интеллектуального развития уровень общей обучаемости с другой стороны и вот в нашем исследовании мы одновременно у детей проводили исследования и с помощью сменч и с помощью методики теста Векслера который позволяет оценить интеллект и оказалось что те дети которые отвечали всем критериям дезлексии имели различия 20 баллов и больше между коэффициентом техники чтения с одной стороны и коэффициентом интеллектуального развития то есть это как раз та диссоциация о которой я говорил общая обучаемость достаточно высокая а уровень навыка чтения намного ниже то есть когда мы используем вот эти две методики то заключение становится более надежным более того оказалось что даже у части устно отсталых детей есть особо избирательные стойкие трудности которые тоже можно диагностировать с помощью этой методики но только здесь разница уже в 15 баллов то есть следовательно у нас в принципе существует инструментарий с помощью которого мы можем достаточно надежно определить детей с дизлексией диагностировать это не субъективно на глазок а используя уже серьезную стандартизованную методику и определив это понять что если ребенок получил вот такие результаты он совершенно категорически нуждается крайне нуждается в серьезной коррекционной и длительной работе и вот здесь на этом слайде представлен как бы алгоритм принятия решения смыни диагностика диагностика интеллекта то здесь можно использовать или векслер или цветные прогрессивные матрицы раввина или вот есть тест который уже в институте вектерева был разработан тест интеллектуального потенциала он оценивает невербальный интеллект и критерии диагноза дизлексии таким образом выглядит вот так как вы видите здесь на этом слайде то я уже фактически проговорил ну и здесь вот литература публикации которые этому эпитеме были посвящены это книги которые я написал и в частности вот эта вот методика диагностики дизлексии у детей где то есть это сменщик где собственно все подробно изложено ну и собственно вот на этом я заканчиваю спасибо за внимание может быть у кого-то будут вопросы да Александр Николаевич спасибо большое мы сейчас предоставим микрофон слушателям я думаю что вопросы они захотят задать если можно руку поднимите пожалуйста у кого есть вопрос к спикеру сегодняшнему пока мы микрофон предоставляем да тем кто хочет задать вопрос Александр Николаевич в ленте вопрос здравствуйте учимся в четвертом классе дизграфия дизлексия дизрофография на ПМПК говорят что нам не положена адаптированная программа как нам быть это очень частый кстати вопрос от родителей и в том числе он обсуждался на неделе дизлексии на конференции вот этой двухдневной сама по себе формулировка дизлексия дизграфия достаточно ли это повод по вашему мнению для обучения по адаптированной программе по моему мнению безусловно так то есть я абсолютно уверен но к сожалению должен сказать что вот знакомство с инструктивными документами в которых это все описано ну скажем так они нуждаются в совершенствовании я бы сказал в некоторых коррективах потому что там среди критериев вот показаний для вот этих адаптированных программ много написано про недостатки устной речи но намного меньше к сожалению про недостатки речи письменной поэтому в данном случае я убежден что на пмпк вот вашем конкретном случае возможно и неправы но этого невозможно утверждать так вот абстрактно заочно не зная какими методами принятия решения они пользовались насколько полноценный ребенок был обследован насколько процедура отвечала вот тому что я только что описывал вполне может быть что если они не пользовались надежными материалами вот например методик если они не оценили интеллект то это и было причиной ошибки ошибки ну как правило ведь ну скажем на примере Петербурга существуют как бы общегородские пмпк которые как раз решают конфликтные вопросы где более серьезные специалисты работают то есть иначе говоря ну нужно какую-то вероятно независимую экспертизу другую может быть генеральную главную МПК города вот в котором вы живете вполне может быть что здесь допущены ошибки спасибо большое а можно ли ваш ответ ну так распространить вообще на речевые нарушения у детей да вот проблема почему один специалист видит речевое нарушение другой не видит почему одна МПК выдает такие рекомендации другая другие в чем причина на ваш взгляд вот такой субъективности что ли таких разночтений в оценке ну я тут вижу как бы два возможных источника ошибок первый связан с тем что у нас пока еще к сожалению инструментарий которым пользуются логопеды очень пестрые разные то есть у нас на государственном уровне не решен вопрос создания унифицированного инструментария для диагностики чтобы во-первых эти методики прошли процедуру стандартизации во-вторых чтобы этому были грамотно обучены специалисты которые будут пользоваться это нужно для оценки всех основных базовых показателей речевого развития пока этого нет очень велик риск субъективного и неправильного решения потому что что значит субъективное это значит специалисты ориентируются на свой опыт на свою интерпретацию того что ему рассказывали в институте на свою может быть иногда неправильную интерпретацию прочитанной книги а может быть даже не не тот текст и не того автора читали какого надо в общем тут как бы очень пестрые возможные картины результат но самое главное когда у нас нет образно говоря вот такого градусника надежного инструмента который в любых руках будет работать одинаково этот разброс разнобой он будет продолжаться спасибо и я можно последний вопрос от себя как вы видите решение для билингвальных регионов ну хорошо разработка методов их стандартизация апробация требует времени да и больших усилий материальных и временных а что касается билингвальных регионов дети явно могут не вписаться в те критерии которые были выделены на монолингвальных регионах да очень актуальный я бы сказал вопрос и эта проблема волнует специалистов всего мира потому что билингвизм сейчас реальность во всех странах очень много и таких и детей и взрослых меняющих местожительство язык культуру и единственным разумным решением конечно для такой диагностики является создание аналогичных тестов на для родного языка это наиболее надежный вариант решения потому что действительно очень часто билингвизм билингвальное освоение грамоты фактически нередко ребенок в таких случаях осваивает два две системы письменности параллельно на родном языке на первом языке как сейчас называют в мире и на втором языке и конечно это более сложные условия усвоения иногда может быть интерференция языков сильно отличающихся по базовым принципам и то же самое касается письменности поэтому наиболее грамотным решением является во-первых выработка региональных норм потому что условия жизни социальные в том числе конечно влияют и на показатели навыков и во многих странах это было обнаружено довольно давно и много объективных данных с другой стороны тех регионов где билингвизм это реальность надо создавать методику для родного языка и стандартизовать ее так же точно как это было сделано скажем в этом случае для русскоязычной методики ну тут наверное можно пожелать нашим коллегам только удачи на этом потому что работа предстоит серьезная для того чтобы оценить дизлексия это дисграфия или проблемы интерференции языков для того чтобы разграничить детей с речевой патологией при этом билингвальных действительно стоит нужно проделать огромную работу и быть и жить в этом языке жить в этом регионе понимать особенности и в том числе особенности обучения не только освоения двух языков но и особенности преподавания того и другого так что спасибо вам большое пожелаем всем удачи и нам и нашим коллегам в Казани спасибо удачи вам спасибо спасибо Продолжение следует...